Величественный, деревянный, с великолепным внутренним убранством Никольский храм села Оськино Индинского района Ульяновской области является настоящим украшением этого села. Это один из старейших сохранившихся деревянных храмов Симбирской митрополии. 30 июня, в День всех святых, здесь совершили божественную литургию митрополит Симбирский Новоспадский Лонген и епископ Барышский Индинский Филарет. Владыка Лонген сказал в своей проповеди, что очень любит этот храм, так же, как и все верующие ульяновцы. Он имеет особое значение для Симбирской митрополии. Никольская церковь была освящена в 1912 году, закрыта в конце 30-х годов 20 века, как и многие другие вокруг. Но именно Никольскому храму Господь судил остаться неоскверненным, быть скоро открытым вновь, стать местом хранения святынь других разрушенных храмов и домом молитвы для православных христиан в самые тяжелые годы. С 1945 года и вплоть до 90-х годов 20 века этот храм был одним из немногих действующих. На многие годы, так как при большевиках многие церкви были закрыты, в этот храм и с нашей области, и с соседних областей многие тысячи людей приходили, причащались местные люди представляли им кров, жилье, питание. И зачастую, как отец Игоря, последний настоятель этого храма рассказывал, причащал по несколько тысяч человек. В те советские времена действительно здесь было очень много народу. Вот у меня, у бабушки, у моих родителей всегда очень много народу ночевали на большие праздники, особенно на Пасху. Почти в каждом доме в селе приходили со всех ближайших округов, ну, с Пензенской области, наверное, с Ульяновской, со всей Ульяновской области. Для сохранения храма многое сделал его почивший настоятель, протеерей Николай Шитов, в постриге архимандрит Адриан. Он нес служение в этом храме более 40 лет. И его по сей день помнит и любит православный народ. Мне в свое время тоже довелось, живя в миру, быть прихожанином этого храма, окормлять с отцом Адриана. Очень много его воспитанников стали священниками, за что ему отдельная благодарная память. Был очень чутким, опытным человеком, можно было часами с ним беседовать. Многое мог рассказать, об учебе своей особенно, в семинарии, в Духовной академии, в Турадусе Галаврии. Ну и своим, конечно, своими молитвами, своим чутким руководством, многих-многих, многие юные души он направил к Богу, к церкви. По завершении службы в Никольском храме села Оськино митрополит Лонгин поздравил верующих с Днем памяти всех святых. Церковь не случайно вспоминает их первое воскресенье после Пятидесятницы, потому что святые – это плод того благодатного действия Святаго Духа в людях и в человеческой истории. Это мы с вами знаем, что когда на апостолов в Зионской горнице сошел Святой Дух в виде огненных языков, они из обычных простых людей, подверженных и слабостям, и страстям, и боязливости, стали апостолами теми, кто обошел всю преградшую Вселенную, проповедуя Слово Божие и Христово Евангелие. И мы с вами тоже являемся их как бы наследниками. И хочется пожелать, что в этот день мы с вами помнили, что все святые, которые мы сегодня поминаем, их гораздо больше, чем находится в списке. Возможно, что среди этих неведомых миру, непрославленных святых, есть благочестивые люди, хранившие веру в те годы, когда она была под запретом и молившиеся в этом храме. И по сей день его посещают не только местные жители, но и многочисленные паломники из разных городов. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская метрополия.